Мы продолжаем уроки по недельному разделу Вайра. На предыдущем уроке мы закончили рассказ о Сдоме, о том, как был уничтожен Сдом. И заканчивается этот рассказ спасением Лота. Лот был спасен ангелами из Сдома перед тем, как город был уничтожен. Он просит, чтобы ему дали возможность бежать в город под названием Цуар, маленький город, но все-таки боится там жить, потому что ощущение у Лота и у дочерей, которые бежали вместе с ним, что катастрофа, которую они пережили, это катастрофа мировая. И если до сих пор город, в котором они нашли прибежище, еще существует, то это ненадолго, катастрофа может дойти и до них. Поэтому, говорит Цуар, дальше так. «И вышел Лот из Цуара и стал жить в горе, и с ним две его дочери, потому что он боялся жить в Цуаре». То есть, предпочитает он прятаться в пещере для того, чтобы не попасть под новые беды. «И жил он в пещере, он и его две дочери, и сказала старший и младший, отец наш стар, и нет больше человека на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли. Пойдем напоим отца нашего вино, мы ляжем с ним и наживем от отца нашего потомства». Идея, которая приходит здесь на ум старшей дочери Лота, на первый взгляд, трудно придумать что-нибудь более отвратительное, подобное кровосмешение. Но нужно понимать, что мотивы, которые руководили ей, здесь были несколько иными. То есть, это не был обычный простой разврат. Как я сказал, выше ощущение было таково, что катастрофа, она просто мирового масштаба. И если сейчас погиб вздом и окружающие его города, то очень скоро это перенесется и на весь остальной земной шар. В конечном итоге, катастрофа, подобная тому, как была во время потопа, скорее всего, людей больше не остается. И если так, то род человеческий оказывается перед опасностью уничтожения. И если они остались две девушки, то мужчин, откуда будут мужчины, от которых могли бы они продолжить человеческий род? Поэтому и дочери Лота приходят к вот такому непростому решению попытаться прижить потомство от собственного отца. Конечно, если предложить это отцу, то отец никогда на подобную вещь не согласится. Поэтому они решают напоить его вином и воспользоваться его опьянением. И они напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и легла со своим отцом, и он не знал, когда она легла и когда встала. А на другой день старшая и сказала младшая, вот я лежала вчера с моим отцом, напоим его вином, и в эту ночь. И ты войди и ложись с ним, и наживем от отца нашего потомства. И напоили они и в ту ночь отца своего вином. И встала младшая и легла с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И зачали обе дочери Лота от своего отца. И родила старшая сына, и нагрекла ему имя Моав. Моав. Происхождение этого имени очевидно. Моав от отца. То есть, старшая дочь здесь не стеснялась назвать имя своего сына, и не стеснялась того факта, откуда произошло само это имя. И он отец муавитян до ныне. То есть, здесь подчеркивает, что муавитяне, народ, который произошел от вот этого вот кровосмешения, народ, с которым еврейский народ был хорошо знаком, они были соседями, он происходит вот от того самого Моава. Он отец муавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами. Бен-Ами буквально означает сын моего народа. Здесь есть намек на происхождение этого сына, но, по крайней мере, это не настолько явно, не настолько очевидно, как имя первого, как имя сына старшей дочери. Он отец сынов Омоновых, то есть, аммонитян и даны. И сразу после этой истории Тора возвращается к Аврааму, закончилась здесь история с Лотом, и двинулся оттуда Авраам к югу страны, и поселился между Кадешем и Шуром, и пребывал в Граре. Снова, как и в первых главах отдельного раздела Лехлиха, Тора знакомит нас с путешествиями Авраама, подробно описывая, куда он двинулся, как и каким образом. Ну, и сама эта подробность наталкивает нам, что, наверное, это не случайно, имеет смысл подумать над маршрутами Авраама, куда он движется и почему. Может быть, само направление даст нам здесь некоторую путеводную мысль. Прежде всего, Авраам уходит с того места, где он жил, что он жил в районе Хеврона, не так далеко от Сдома. То есть, вся эта катастрофа, которая произошла почти на его глазах, очевидно, если Тора здесь сводит эти два рассказа один за другим, т.е. сначала рассказывает об уничтожении из дома, и сразу после этого двинулся оттуда Авраам к югу страны, то, наверное, есть какая-то связь. Раши говорит так. «Я отправился оттуда Авраам, когда увидел, что города разрушены, и путники там больше не появляются, тогда он покинул эти места». То есть, действительно, говорит Раши, это здесь не просто связь хронологическая, действительно, здесь есть причинно-следственная связь, а именно, само разрушение вот этих богатых городов с дома и окружающих его городов было причиной того, что Авраам оставляет насиженные места. Не потому, что у Авраама возникли какие-то проблемы экономического характера, Авраам не зависел никоим образом от жителей из дома, ибо он жил как кочевник, жил он подобно современным бедуинам, и основные источники его существования были стада. Почему же тогда связывается то, что Авраам уходит с насиженных мест и предыдущий рассказ о разрушении из дома? Пока города эти были, то дороги, пути, которые вели к этим городам, по ним ходили люди, было достаточно много путников, и Авраам расположился, с одной стороны, вы видели, он старался быть подальше от городского населения, не хотел смешиваться никоим образом с местным населением и стремился к тому, чтобы жить обособленно, но с другой стороны, обособленно-то обособленно, но на перекрёстке больших дорог. Ему это было важно для того, чтобы поддерживать связь с людьми, быть обособленными от них, с одной стороны, да, а с другой стороны, стараться на них влиять, по крайней мере, на людей, которые ходят по этой дороге, и здесь вот то известное гостеприимство Авраама, когда он старался зазвать людей в свой шатёр, накормить их, напоить их, и заодно уже попытаться немножко раскрыть им глаза на мир, на действительность, вот всем этим занятиям Авраама пришёл конец, поскольку грады разрушены, дороги опустили, здесь уже Аврааму делать нечего. Куда же он двигается? Двигается на юг. Почему тогда на юг? Раша приводит здесь ещё одно объяснение. Другое объяснение – он ушёл для того, чтобы отдалиться от Лота, который опорочил себя, сблизившись со своими дочерми. То есть та самая история кровосмешения Лота и его дочерей, она не осталась в тайне. К тому же мы видели, что и старшая дочь Лоты и не пыталась скрыть вообще того, что произошло. Ну а какое дело Аврааму до этого? Это Авраам. В первых, уже в предыдущих главах было подчёркнуто, что Авраам называет Лота своим братом. Правда, он был совсем не брат, он был ему дядей. Но вместе с тем, как объясняют там комментаторы, внешне они были очень похожи. Поэтому здесь был момент осквернения имени Бога. Видя Авраама, люди могли представить между перед ними Лот, путая между Авраамом и между Лотом, и жить вот с такой вот молвой о кровосмешении Аврааму было, конечно, никак не подходило. Он уходит. С точки зрения этого объяснения совершенно неважно, куда он уходит, на север, на юг Лишьбы, подальше от тех мест, в которых молва об истории с Лотом распространилась. Но по первому объяснению нужно понять, почему, если сейчас это место опустело, и дороги, рядом с которыми жил Авраам, сейчас уже пусты, то почему тогда Авраам двигается на юг? А куда, кстати, на юг? Почтаю слово. Поселился между Кадешем и Шур. Кадеш и Шур – это места в пустыне, то есть первый его маршрут снова подальше от людей, подальше от городской цивилизации, в пустыню. А потом вот всё меняется, и пребывал он в Граре. Грар – это один из центральных городов Филистимлен. Кто такие были? Филистимлене или Плештим, как их называет Тора, или палестинцы, как они, по идее, должны были бы называться на русском языке. Слово, вообще название это Плештим происходит от глагола лифлош, что означает «вторгнуться». То есть перед нами люди-захватчики, агрессоры. Они вторглись. Откуда они вторглись? Скорее всего, перед нами народ по происхождению, близкий к грекам, где-нибудь двоюродные, троюродные братья греков, которые тогда ищут себе новые места, и приходят они либо с острова Крит, либо с других островов, где-нибудь, может быть, из Игейского моря, вторгаются в страну, в Эрцкнан, в Ханаан, и поселяются в прибрежной полосе, в основном на юге, то есть юг прибрежной полосы. Это Кириатгат, в сторону, ещё южнее, туда дальше, Кириатгат, Ашдот, Ашкелон, Газа, и вот среди них есть ещё один город. Все остальные названия нам сегодня хорошо знакомы, поскольку сохранились города в более поздние эпохи, которые носили те же самые имена, а вот Грар такого города на сегодняшний день, не только на сегодняшний день, но и в предыдущее время не было, но это был один из центральных городов вот той самой конфедерации плештин-палестинцев. В дальнейшем, кстати, любопытна сама эволюция этого названия. Народ этот филистин-лине был в конечном итоге для еврейского народа очень плохим соседом, постоянно вспыхивали конфликты, войны, ну и кончились они полным разгромом филистин-лине-палестинцев. И через очень много лет после этого, когда римляне дают название для завоёванной ими новой территории, для новой их колонии, когда они завоевали Эр-Цисраэль, то, желая стереть имя Израиля, чтобы оно не сохранилось над этой землей, они ищут ей новое название. Вот название, которое они дают, и это Палестина. По названию тех самых захватчиков филистин-лине-палестинцев, которые когда-то были горькими врагами евреев, и с тех пор так это имя и закрепилось по отношению к Святой Земле. Так вот именно к этим самым людям, к филистин-лине, и прибывает Авраам в Грар. И сказал Авраам о Саре своей жене, «Она моя сестра». Снова мы видим здесь повторяется история, которую мы уже когда-то читали, только тогда Авраам попал в Египет. И уже тогда, поняв, что его жена представляет источник опасности для него, то он решает выдать её за свою сестру. И уже тогда мы задавали вопрос, а в чём, собственно говоря, идея вот этого поведения? Если опасно, то почему он думает, что если он выдаст свою жену за свою сестру, то почему он может рассчитывать на какие-то поблажки, или каким образом это может его обезопасить? Нам сегодня это, конечно, совершенно непонятно, потому что в нашей среде за последние сотни тысяч лет принято абсолютно обратное отношение. То есть, если люди чувствуют хоть какие-то преграды, хоть какие-то ограничения, то это, скорее всего, по отношению к чужой жене. Но уж по отношению к свободной девушке, чьей-нибудь сестре или же, то здесь ограничений нет никаких. Наоборот, в древнем мире было по-другому. Подчёркивают многие комментаторы, что, скорее всего, конечно, трудно нам сегодня восстановить картину отношений в древнем мире, но приблизительно это было так. Люди, которые не были местными жителями, не местные, то они никакой охраны закона не имели. Будучи пришельцами, это самая последняя ступенька во всей социальной лестнице – пришелец. Никакой охраны нет. И его имущество почти ничейное, да и его жена, она жена, жена не жена, она может достаться, в принципе, любому человеку. Сестра – что другое дело? Здесь уже речь может быть иная, и поэтому Авраам, учитывая эти местные обычаи, учитывая то, как строятся отношения людей, среди которых он живет, он принимает меры предосторожности и говорит о Саре, она моя сестра, а не жена. Раши обращает здесь наше внимание на некоторое различие между этой историей и предыдущей историей поведения Авраама в Египте. А именно, в Египте Авраам сначала обращается к Саре и просит у нее разрешения, просит ее согласия, чтобы она согласилась на вот эту уловку, на то, что он выдаст ее за ее сестру. Здесь он ее согласия не просит, а он просто сразу представляет ее, представляет ее как брат и сестра, не спрашивая ее согласия. Почему? Ну, в общем-то, ответ он почти очевиден. Поскольку предыдущая история окончилась для Сары очень печально, она попала в дом фараона, то второй раз идти на подобную вещь, конечно, если бы ее спросить, вряд ли она выразила бы большой энтузиазм по поводу подобных опытов. Поэтому Авраам, не дожидаясь ее согласия и не спрашивая согласия, сразу представляется как брат и сестра. И здесь снова повторяется нечто подобное тому, что было в Египте. «И послал Авемелих царь Грарский и взял Сар». То есть, хотя незамужняя женщина, она не может стать собственностью любого желающего, это нет, но уж, по крайней мере, что касается царю, царю здесь закон не писан, ему нет никаких ограничений, и поэтому Сара попадает в дом Авемелиха царя Грара. «И пришел Бог к Авемелиху во сне ночью и сказал им, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, и она замужняя». А Авемелих же не подходил к ней и сказал Владыка, тоже он не подходил к ней, это не потому, что он был такой праведный, не потому, что он чего-то здесь боялся, а не вышло, не получилось. «И сказал Владыка, неужели ты будешь казнить и народ невинный? А меня за что? Ведь он сказал мне, она моя сестра, да и она сама тоже сказала, он мой брат». «Что вы от меня хотите? Я абсолютно здесь ни при чем. Я абсолютно невинный, меня ввели в заблуждение, я здесь жертва дезинформации. В чистоте моего сердца и в чистоте рук моих я сделал это». И вот это удвоение в чистоте сердца и чистоте рук, кто, если имеется в виду, с одной стороны, хочешь сказать, с точки зрения своих намерений, никаких нехороших намерений у меня здесь не было, все было чистосердечно. Второе, кроме того, чистота рук. Я вообще ничего не сделал, не дотронулся даже до нее. «И сказал Бог ему во сне, и я знал, что ты сделал это в чистоте сердца своего, и я удержал тебя от прегрешения передо мной». То есть, что касается первой твоей претензии, что тебя ввели в заблуждение, что ты не знал, чистосердечность, согласен. Насчет этого это принимаем. Но что касается чистоты рук, вот эту жизнь, насчет этого нет. Почему? Потому что это не твоя заслуга. Это я удержал тебя от согрешения передо мной, и поэтому не дал тебе прикоснуться к ней. То есть, то, что ты к ней не прикоснулся, это не результат твоего решения, твоего выбора, а просто это уже мое дело, это уже я тебе не дал. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив, а если не возвращаешь, то знаешь, что ты умрешь. Ты и все твое». Так, требование вернуть, возвратить жену мужу, но требование, это вызывает естественный вопрос, оно его формулирует, как-то очень странно. Еще раз читаю. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк». Если я это понимаю правильно, так, почему нужно возвратить жену, что он пророк, и он помолится о тебе, и ты будешь жив. Получается, если бы он не был пророка, если бы он просто был простой смертный, простой обычный человек, это уже. Раз уж так. Как это можно так сказать? Только потому, что он пророк, поэтому надо ему… Иными словами, что ему Всевышний говорит? «Смотри, Авемелих, Ваше Величество, ты с Авраамом не связывайся, он пророк, и для тебя это плохо кончится». Так. А если он не пророк, а просто чужая жена? Вопрос этот уже задают наши мудрецы в Талмуде. И сказано там так. Наши раввины учат. Все. Речь идет там о человеке, который нанес ущерб другому человеку. Например, скажем, он причинил ему интересный какой-то ущерб, и там есть целый ряд выплат, которые нужно выплатить. Одна из выплат – это бошит, то есть, это то, что человек осрамился, например, если кто-то ударил другого, и тот ходит синяком, под глазом это безусловно стесняется, и за это тоже нужно, за вот такой вот срам нужно заплатить. Кроме этого, есть еще и цар, то есть, это пережитые человеком, пережитые человеком неприятные страдания. За это тоже надо заплатить. Говорят наши мудрецы, что все, что там упомянуто в Мишне по поводу выплаты за моральный ущерб, то есть, в данном случае, за то, что за причиненный человеку стыд, для того, что осрамил человека, это касается, все суммы касаются только выплаты за стыд. Но что касается уже выплаты за перенесенные, что касается перенесенные человеком страданий, то уже здесь тогда, сколько бы человеку, сколько бы компенсации ему не заплатить, сколько денег ему не давать, прощение не приходит до тех пор, пока он не попросит прощения у потерпевшего. То есть, даже если человек полностью заплатил все, все отдал, но вместе с тем, пока он не придет и не попросит прощения у потерпевшего, и тот не простит ему, то есть проблема. Говорит Талмуд, откуда мы это учим? Из того, что сказал всемышний Ави Мелиху. Теперь же возврати замужнюю женщину, возврати жену-мужу, ибо он пророк и помолится от тебя. Продолжает Талмуд, разве же только жену пророка надо возвращать мужу, а жену простого человека не надо? Как же это может быть? Можно понимать это так. Раби Шмейль, барнахмани говорит от имени Раби Йоханова. Возврати жену, имеется в виду, в любом случае. А что касается того, что ты сказал, неужели же ты будешь казнить народ невинный? То есть то, что Ави Мелих выставляет себя здесь невинной жертвой обмана и дезинформации, на этот счёт Всевышний ему сказал, он уже пророк. Он уже пророк. И что это значит? Поскольку он пророк, то он уже научил весь мир, что следует поинтересоваться, не голоден ли странник, и не жаждет ли, и не расспрашивает ли о статусе сопровождающей его женщины? Как это всё понимать? Как понимать это место в Талмоне? Ави Мелих выставляет себя невинной жертвой обмана. Он здесь ни в чём не виноват, что от него хотят? Если кто здесь и есть виноватый, то это Авраам с его... Он во всём это виноват. А при чём здесь Ави Мелих? А то... Именно на эту тему Всевышний с ним и спорит. Это не так. Во-первых, ты должен помириться с Авраамом, то есть ты должен его каким-то образом умиротворить, должен перед ним извиниться и должен извиниться прежде всего за причинённые ему страдания, за то, что он отнял его жену. Поэтому верни, он не просто говорит здесь верни её, верни Сару или как-нибудь, верни жену мужу, ибо ты перед ним виноват. Ай, у тебя есть, есть у тебя оправдание, иными словами, а меня обманули, а при чём здесь я? Мне сказали, что у нас сестра, мне сказали, что у нас жена. На этот ответ он же пророк. Что значит пророк? Пророк здесь в плане того, что это человек, который обучает других, человек, который возвещает другим. И что же он другим возвещает? Что те нравы, которые приняты среди палестинцев в Граре, это нравы ненормальные. Откуда Авраам узнал, кстати, о нравах, которые бытуют среди этих людей? Каким образом понял Авраам, что он попал в опасное для него положение? Из того, что как только он пришёл в Грар, прямо вот первые шаги его в этом городе, сразу же первые вопросы, которые ему стали задавать, прямо, наверное, на границе, наверное, так, а это кто с тобой? Жена, сестра, ещё кто-нибудь. Сразу внимание было по поводу путешествующей с ним женщины. И тогда, какое им дело, жена или сестра? Если жена, как мы говорили, она всем доступна, если сестра, это другой разговор. На этот счёт у Авраама, поскольку Авраам, он пророк, он уже давным-давно учил людей, что не так нужно поступать. Человек, который приходит к вам, человек, который приходит к вам в гости, первый вопрос, который следует ему задавать, может, ты хочешь поесть? Может, ты хочешь попить? Может, тебе чего-нибудь не хватает? Если первый вопрос сразу начинает выяснять, а что это за женщина, которая с ним? Так можно дойти действительно далеко. Поэтому, если такие нравы бытуют в этом городе, то Авраам поднимает меры предосторожности, поэтому что ты от него хочешь? Не он виноват во всём, а ты виноват в этом. Тебе не сказали? Конечно, не сказали. А я тебе хотел, чтобы правду тебе говорили? Должно было защищаться человеку. Есть ещё один ответ на этот вопрос, почему Всевышний подчёркивает возвратежья на мужа, потому что он пророк. Это связывает, Раша приводит этот ответ, это связывает с продолжением стиха. Сказано там, «И возврати жену мужу, ибо он пророк, и он помолится о тебе». То есть, имеется здесь в виду так, ты возврати жену мужу, это нужно было бы сделать в любом случае, даже если бы это был простой человек. Но поскольку ты заинтересован в том, чтобы он о тебе помолился, чтобы ты не умер, и чтобы тебя не постигло наказание, то здесь, может быть, ты будешь опасаться, что как можно было бы ожидать от других людей, что они не захотят принять свою жену обратно, поскольку они будут смотреть на неё, как насквернённую уже, значит, вот этого ты не беспокойся, потому что он пророк, и то, что ты её не коснулся, это он знает. Поэтому ты можешь не беспокоиться. Так говорит Раша. Теперь посмотрим в следующую сцену. «И позвал Авимелих Авраама, проснувшись, их, может быть, простите, ещё чуть раньше, и встал Авимелих рано утром и призвал всех своих рабов, и пересказал им все эти слова в их уши, и люди эти весьма испугались». Ну, конечно. «И призвал Авимелих Авраама, и сказал ему, что ж ты сделал с нами? Чем я согрешил против тебя, что ты навёл было на меня и на моё царство? Такой великий грех. Дела, каких не делаю, ты сделал со мной, то есть приличные люди так не поступают». Мы видим, что несмотря на всё, что Всевышний ему сказал, Авимелих продолжает читать мораль Авраама и обвиняет его во всё. А с чём осталось обвинять? Авраам принял меры предосторожности и сказал Авимелих Авраама. И вот здесь вот все комментаторы начинают переводить один лучше другого, поскольку слова в оригинале, они действительно достаточно сложные. В оригинале сказано «Ма раито кеосито» – это «даборазли». Буквально означает, что ты увидел, что ты повёл себя таким образом. Что ты увидел? Один переводчик переводит «Что ты имел в виду, когда это сделал?» Это вопрос, что ты имел в виду, когда это сделал. Если бы человек говорил, тогда имеет смысл задать им вопрос, а что ты имеешь в виду? Но когда человек делает, то абсолютно не важно, что он имеет в виду. Другие говорят, что здесь имеется в виду. Почему? И в действительности, на самом деле, простой перевод этого. Перед нами идиома «Ма раито». «Что ты увидел?» Это идиоматическое выражение означает «Почему ты так сделал?» То есть, «Какова причина твоего поведения?» Но если так, то есть более простая форма, это можно было бы спросить по-другому, воспользоваться словом «почему?» «Ма дуа ла». Почему же Тора здесь пользуется именно вот такими словами? «Ма раито». «Что ты здесь увидел?» А теперь смотрим продолжение. Что отвечает Авраам? «И сказал Авраам, так как я подумал, что только нет страха Божия в этом месте, и убьют меня из-за моей жены». И здесь задают комментаторы вопрос. Что отвечает Авраам? Только нет страха Божия здесь. Слово «только» здесь явно лишнее. Можно было бы сказать, «Страха Божия здесь есть, здесь люди, Бога не боятся». Поэтому и боялся, что меня прибьют. Что значит «только нет страха Божия»? Слово «только» означает. Когда мы говорим «только» это слово ограничиваешь. Если я скажу, что я съел только один кусочек пирога, это значит, имеется в виду, что второго я не ел. Хотя, может быть, мне хотелось, но я его не только один. Если я говорю, что на уроке присутствовало только столько-то человек, значит, должны были бы быть другие, но их нет. Значит, ответ Авраама – «Только нет страха Божия». Получается, что вроде как он хочет сказать, что в этой стране у палестинцев все у них есть. У них все есть, вот только одного нет. Страха Божия здесь нет. Теперь, говорит Мальбим, становится понятно и слова Вимелиха. Ма Раита, что ты здесь увидел? Будем понимать это буквально. Что ты здесь такого увидел, что ты мог испугаться, что тебе причинят какое-нибудь зло, и поэтому ты начал здесь обманывать и выдавать свою жену за свою сестру? То есть, если ты мне расскажешь, что у тебя было в Египте, твою историю в Египте, ты говоришь, что Египет – это же дикие люди живут в Египте. Настолько дикие распутные, и развратные, что с ними действительно. Там это понятно. Там, попав в Египет, конечно, нужно принимать меры предосторожности, но здесь у нас двоюродные браты греков, мы же культурные, мы же цивилизованные, у нас же здесь культура все. Что ты здесь такого в этой стране увидел? Что ты здесь увидел в стране каких-то распутных людей, типа тех, которые бывают в Египте? Да это ты увидел. Ничего этого же здесь нет. Что ты здесь такого увидел, что могло тебя навести на мысль, что тебе причинят из-за твоей жены зло, что ты начал придумывать и врать, и выдавать ее за свою сестру? На это ответ Авраам. Ты прав, действительно. Культурная страна. Очень даже культурная. Все здесь есть. Почти как в Греции. Все есть. Только одного. Страха Божия. А если так, если нет страха Божия, убьют меня за жену. Пока еще непонятно. Почему, если все есть, но страха Божия нет, Авраам уже применяет к этим людям, к культурным людям, у которых нет страха перед Богом, почему он применяет к ним подобные мерки? Убьют за жену. Что останавливает человека перед тем, чтобы сделать какие-то нехорошие поступки? Мотивы могут быть разные. У человека есть какие-то, скажем, его принципы. Он понимает, что какие-то вещи делать нельзя, вот так вот не делается, так неправильно поступать. Один из наиболее распространенных мотивов такого самоограничения у человека это то, что в обществе так не принято. У нас так не делают. Так не принято. В принципе, в принципе, культура в многих обществах, она на этом и построена. У нас так не делают. У нас так не принято. Вопрос, насколько вот эти вот общественные нормы, общественные рамки, насколько они сильны для человека? То есть, насколько вот эти вот запреты, которые накладывает общество на неблаговидное поведение, насколько они сильны и насколько они могут отвратить человека от соблазна? Не очень они сильны. Не очень. Это то, что говорит здесь Авраам. Если люди воздерживаются от чего-то, если у них какие-то определенные моральные, нравственные какие-то мерки, какие-то нравственные ограничения, если происхождение их человеческое, если просто в обществе это не принято, то сила этих ограничений, она невелика. И как только человек сталкивается с сильным соблазном, скорее всего, не устоит. Когда начинают уже обушевать эмоции и влечения, то трудно устоять. Что такое страх Божий? Вот когда входит сюда страх Божий, то всё изменяет. Что такое страх Божий? Хотя мы пользуемся здесь словом страх, но не имеется здесь в виду ощущение человека, подобное тому, которое он испытывает, когда он уходит в тёмный переулок и видит, как в этом тёмном переулке какие-то тени приближаются к нему. Речь идёт не о том. Страх Божий – это значит, что человек чувствует ответственность за свои поступки. Я отвечаю за свои поступки. Естественный вопрос. Если отвечаешь, то перед кем? Невозможно просто так отвечать в космосе. Ответ всегда – перед кем? Если мы спросим многих людей, как вы считаете, вы ответственны за свои поступки? Да. Перед кем? Скажет человек – перед совестью. Нет, не ответ. Почему? Совесть – она обидно. Что такое совесть? Совесть – это… Есть у нас в нашей психике Всевышний дал человеку какой-то потрясающий компас, который называется совесть. Умеется в виду так, что если у человека есть какие-то определённые моральные ценности, в тот момент, когда он от них отклоняется, от своих собственных моральных ценностей, то в нём пробуждается совесть и начинает его атаковать за то, что он отошёл от своих собственных ценностей. Но сама совесть никогда не является источником моральных ценностей, и поэтому она не является тем самым участником того диалога, в котором находится человек, перед которым-то он, собственно говоря, и в ответственности за свои поступки. Совесть, конечно, будет наказывать человека, когда он будет отходить от своих собственных моральных норм, моральных принципов, безусловно. Но откуда у него взялись эти моральные принципы? На это совесть. Совесть этим не занимается. Люблю приводить пример парадоксальный. Представим себе человека, который, скажем, ситуацию лет 60-65 тому назад. Молодой человек, который служит в органах СС, молодой немецкий офицер. И ему становится вдруг известно каким-то образом, что его старый школьный приятель, с которым он еще футбол гонял с четвертого класса, оказывается, у него там бабка-еврейка. А он этот приятель скрывает. Его вообще считают за немца-зарийца. Что в этот момент говорит человеку, вот этому офицеру, что говорит ему совесть? Как следует поступить? Понятно, что с одной стороны у него есть жалость, ему жалко своего, ему жалко человека, ему неприятно и жалко своего приятеля, с которым он когда-то учился в школе и с четвертого класса вместе с ним дружил. Но с другой стороны, совесть ему говорит, что надо на него настучать, поскольку есть долг, есть долг перед Родиной, есть присяга, которую он давал, служба, работа, нужно быть честными и преданными, и так далее, и так далее. То есть совесть может в тот момент, когда у человека его моральные принципы, они принципы, которые приняты в германском обществе, в нацистском обществе сороковых годов прошлого столетия, так совесть его будет толкать на самые страшные преступления. И что самое главное, что поскольку совесть-то, она не является источником моральных принципов, ни она их задает, то в тот момент, когда моральные принципы, происхождение этих моральных принципов, оно просто из общественных норм, то здесь совесть не устоит против сильного соблазна. Человек в тот момент, когда перед ним настоящий сильный соблазн, настоящее сильное влечение, то он уже со своей совестью каким-то образом устроится. Ибо в конечном итоге кто тот, не я, который потребует меня к ответу, кто тот, не я, перед которым я отвечаю за свои поступки. Если это общество, общественное мнение, то с ним мы уже, как это хорошо-хорошо известно нам, и из своего собственного опыта, и из опыта других людей, мы с ним сможем устроиться. Но если я оказываюсь в ответе, если я понимаю, и это означает страх Божий. Страх Божий означает, когда человек понимает, что он в ответе не просто перед совестью, он в ответе перед Богом, который его создал, и который дал ему правила поведения, и которые требуют от него морального поведения. Когда я понимаю, что ответственность настолько велика, то тогда уже мне легче, у меня есть куда больше шансов в этой серьёзной борьбе против собственного влечения, против собственных слабостей, против соблазнов, потому что осознание ответственности куда больше, и это то, что помогает человеку устоять, и это то, что говорит Авраам Авимелиху. Очень обидные слова. Только страха Божьего нет здесь, то есть всё остальное есть. Люди здесь культурные, да. Общество здесь не такое, как в Египте? Конечно, нет. Здесь есть какие-то свои правила, здесь есть какие-то свои порядки, но вместе с тем, порядки-то здесь какие? Как здесь относятся к чужой жене? Это мы видим. Откуда я это вижу? Да это же первый вопрос, который мне задали, я сюда приехал, самый первый вопрос мне задали, а это что за баба с тобой? Жена, сестра? Ага, если так, всё ясно. Страха Божьего здесь нет. Ну и что? И что будет, если я скажу, что это моя жена? Не знаю. Если страха Божьего здесь нет, то могут и убить. Могут и убить, могут пойти на преступление тоже. Поэтому, хотя всё остальное здесь есть, и культурная здесь страна, и приличная, и, конечно, не так, как в Египте, но вместе с тем опасность-то она есть. Поэтому я и сказал, что она моя сестра. Да она и подлинная моя сестра, она дочь моего отца, но не дочь моей матери, она стала мне женой. Говорит, Рам, вообще-то я между нами не соврал здесь тоже. То есть, конечно, это была дезинформация, но, строго говоря, не соврал, потому что в древнем мире переход через поколение, на него обычно не обращали внимания. То есть, подобно тому, как, скажем, Авраам называет Лота своим братом, хотя он ему на самом деле только племянник. То же самое здесь. Кто была Сара, жена Авраама? Она была его племянницей. Она была сестрой, она была дочерью брата Авраама. Поэтому, строго говоря, по понятиям древнего мира, он вполне имел право назвать её своей сестрой, не кривя душой. Так это в древнем мире было принято. И вот когда Бог повёл меня странствовать из дома моего отца, то я сказал ей, вот эту милость сделай мне во всяком месте, в которое мы придём, ты говори про меня, что это мой брат. Взял Авемелех мелкого и крупного скота, рабов и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему его жену Сару. Конечно, Авемелеху было обидно выслужить подобные утверждения, но делать нечего. Он понимает, что действительно в данный момент он играет с огнём, и предпочитает Аврааму, перед Авраамом извиниться, задобрить его, даёт ему богатый подарок, мелкого и крупного скота, рабов, рабынь, дал Аврааму, и возвратил ему его жену Сару. И сказал ей в Авемелех, вот земля моя перед тобой, живи, где нравится твоим глазам. В отличие от фараона, который приказал Аврааму в 48 часов покинуть Египет, Авемелех говорит наоборот, что страна перед тобой может жить где угодно. Право на жительство. Вид на жительство дан Аврааму среди палестинцев. Ассаре сказал, вот я дал тысячу серебряников твоему брату, и это тебе покрывало для глаз твоих перед всеми, которые с тобой, и перед всеми ты оправдан. Очень запутанная фраза означает приблизительно следующее. То, что я даю тебе подарок здесь, это не случайно, для того, чтобы люди не сказали в дальнейшем, что Авемелех попользовался женщиной и, попользовавшись, выкинул ее, так чтобы это было ясно, что это не так, за это я тебе дарю эти богатые подарки, чтобы всем было понятно, что я возвращаю тебя не по своей воле, а только потому, что меня так потребуют. И помолился Авраам Богу и исцелил Бог Авемелеха, его жену и рабынь его, и они стали рожать. Ибо Господь затворил всякое чрево в доме Авемелеха из-за сары жены Авраама. То есть, предшествовало тому, предшествовало завершению этой истории, то, что все в доме Авемелеха не могли разродиться, а теперь, наконец, уже разродились. Сразу после этого, без всякого перерыва, Тора продолжает «И вспомнил Господь о Саре, как сказал, и сделал Господь о Саре, как он говорил, и Сара забеременела и родила сыну Аврааму в старости его к сроку, о котором говорил ему Бог». То самое обещание, которое было в самом начале недельного раздела, когда Всевышний пообещал Аврааму, что у него родится от Сары сын, несмотря на их преклонный возраст, Аврааму уже 100 лет, Саре 90 лет, сын этот рождается, обещание исполнено, вопрос, опять же, про переход. Каким образом? Без всякого перехода, непосредственно, сразу после истории своим элихам, оп, вспомнил Господь о Саре, и она забеременела и родила. Ответают наши мудрецы, из того, что Тора здесь поставила эти два отрывка один за другим, мы учим, понятно, это было сделано не случайно, Тора хочет нас научить одному важному большому правилу, а именно, если человек нуждается в чём-то, ну, если человек нуждается, то совершенно естественно для него, это обратиться к Всевышнему с просьбой. Если человек просит о том, в чём он сам нуждается, а он просит об этом же самом для другого человека, то тогда, ещё прежде, чем Всевышний выполнит его просьбу по отношению к другому человеку, он выполнит эту просьбу по отношению к нему. Это вывод из предыдущей истории – Авраам молится за рабынь Авимелиха и за его жёны, чтобы они сумели родить, и ещё до того, как Всевышний выполняет эту просьбу, ещё до того уже Сара забеременела. Откуда мы знаем, что до того? Это уже тонкости грамматики языка Торы, то, что написано – это предпрошедшее время, т.е. не просто прошедшее время, а предпрошедшее, когда уже к тому, как было сказано предыдущее, к тому времени уже давно ещё до этого Сара уже забеременела и родила Аврааму сына в старости его к сроку, о котором говорил ему Бог. Вот теперь мы можем вернуться немного назад к вопросу, с которого начали. Мы задали вопрос о маршрутах Авраама, потому как, так Авраам перемещается. Сначала он живёт как бедуин, живёт около Хеврона, не в самом городе, подальше от общества местных жителей, но старается быть на перекрёстке дорог, потом он уходит оттуда, уходит сначала в пустыню, а потом вдруг, изменяя себе, до сих пор ничего подобного он не делал, он поселяется прямо в городе, как и не просто в городе, а ещё в городе, где есть царь. То есть, город достаточно. Это не значит, что это был город-столица, потому что, скорее всего, тогда почти в каждом городе был свой царь. Хотя, может быть, это всё-таки был город столичный, либо так, либо так. По крайней мере, явно Авраам немного изменяет образ своих действий до сих пор. А почему? Зачем он туда? Что-нибудь хорошего вышло из того, что он поселился среди этих палестинцев? Чего хорошего не вышло? Ну, был в конце, конечно, хэппи-энды, а в имелях ему говорит, пожалуйста, живи в моей стране, всё даёт ему вид на жительство, ради Бога. Но, в общем, первое его столкновение с палестинским обществом ни к чему хорошему не привело. Почему же Авраам туда идёт? А можно было представить, что что-нибудь подобное может совершиться? Можно было. Авраам до сих пор старался быть подальше и подальше всех этих людей. Уже замечали, Авраам старался от них отдалиться. Правда, люди сами к нему приходили, люди, безусловно, видели, местные жители видели в нём человека, с которым имеет смысл иметь хорошие отношения, и старались быть его союзниками, и даже помогали ему. Когда Авраам бросился спасать лота, попавшего в плен, то были союзники, которые с ним пошли. Есть здесь одно очень интересное объяснение, ответ на вопрос. Рава Шимшона Рафаэля Ирши. Ответ очень специфический, на основании которого он вообще строит в какой-то степени свою философию жизни и воспитания людей. Поскольку воспитание – понятно. Говорит Рава Ирш, поведение Авраама связано с тем, что он ожидает прибавления семьи. У него должен родиться сын, его сын. И с этого момента у Авраама центральным вопросом в её жизни становится воспитание. Конечно же, у него и до этого был сын, сын Ишмаэля, и его воспитание было совсем непростой задачей, но вместе с тем сейчас тот самый сын, от которого в конечном-то итоге это Всевышний ему сказал, что народ, тот самый великий избранный народ произойдёт не от Ишмаэля, а от Ицхака. Значит, воспитание Ицхака – это первостепенная важность задачи. Как его воспитывать? С одной стороны, конечно, для того, чтобы воспитать человека в духе Авраама, самое первое, что приходит на ум, нужно постараться изолировать его от чужого влияния. Чему можно набраться, чему можно научиться у окружающих Авраама народов? Только плохом. Люди эти живут, они язычники, они поклоняются, они не просто поклоняются языческим божествам, но и сами культы ужасные, культы, которые включают в себя и распущенность, и храмовую проституцию, и человеческие жертвоприношения. Чёрт знает что. Понятно, от таких людей нужно быть подальше, 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 потому что если быть с такими людьми, близкими, то, естественно, ребёнок может серьёзно-серьёзно исполниться, подвергать его подобного рода соблазнам такой весёлой, ничем не ограниченной жизнью. Это да, но, с другой стороны, пословица, которую говорит здесь Равирш, его словами боюсь соврать, самый лучший способ простудиться, какой самый лучший способ – это если человек будет сидеть в доме, не открывая ни окна, ни двери, а потом, самый первый раз, когда он только выйдет наружу, тут же и простудится. Человек, который живёт в тепличных условиях, не открывает, нет сквозняка, нет никаких микробов, всё ему протирают два раза, и всё ему моют с мылом, горячей водой с мылом и так далее, и так далее, всё абсолютно стерильно. Стерильно, конечно, безопасно, но стоит такому человеку один раз выйти на улицу и вдохнуть воздуха таким, как он есть, он тут же упадёт изразиться. То есть есть вторая сторона. С одной стороны, изоляция от всего отвратительного, она направлена и понятна, но с другой стороны, если ребёнок живёт только тем образом… живёт тем образом жизни, которую ему дают родители, конечно, но если ничего другого он вообще даже не видит и не представляет, что другое есть, и он не представляет в себе разницу между тем образом жизни, которым живут его родители, которую они ему дают, и тем, как живут все остальные люди, эта разница у него не выкристаллизовывается всё отличие, он не учится понимать эту разницу, он не учится понимать, насколько все остальные люди живут хуже, чем у него родители, то здесь есть вторая опасность, что как только по какой-то причине окно откроется или дверь откроется, то будет плохо, то он может пасть в жертву и самого первого же соблазна, он к нему совершенно не готов. Как это в своё время тот же самый Раввирш сформулировал по отношению к проблемам воспитания молодого поколения в Германии XIX века, когда он сказал, что если, его словами, если не открыть дверь европейскому образованию, то это европейское образование просто вышибет окно. То есть можно, конечно, запираться, можно постараться запереться от всего-то, всего-то, всего, но это в случае, если ты можешь быть уверен, что после того, как ты заперся, то стены, за которыми ты заперся, они не пробиваемы. Тогда, конечно, тогда однозначно, тогда запрись подальше от всей этой мерзости, подальше от всей этой гадости, подальше, подальше, подальше. Но если ты не уверен в том, что стены, за которыми ты заперся, они не пробивай. Если в этих стенах есть ещё и окна, то тогда будет только хуже. Почему? Если ты заперся за этими стенами, и тогда тебе окна выбьют, то тогда люди, которые за этими стенами в тепличных условиях, они совершенно не готовы для этого, они абсолютно не готовы к контакту с чужой культурой, с чужой цивилизацией, с чужим образом жизни. Они тут же раскроют и раскроют рот, вау, у них нет никакого иммунитета. Что же сделать – раскрывать дверь, пускать всё это к себе домой, а что – и нарабатывать иммунитет, а это тоже плохо. Прежде чем наработается иммунитет, ребёнок успеет 15 раз испортиться – совсем непростая вещь, совсем непростая вещь. Нет идеального решения, конечно, лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным, но жизнь такого выбора перед нами не представляет. В жизни либо нужно здесь идти либо на одну опасность, либо на другую опасность, либо стараться запереться и идти на такой тепличный образ жизни, на тепличный способ воспитания. И тогда есть, безусловно, опасение того, что первая встреча с внешним миром закончится поражением, либо идти на то, чтобы немножко показывать человеку, что есть и другой образ жизни, и пытаться объяснить и наставить воспитанника, почему мы не живём так, как все люди вокруг, почему у нас по-другому, и чем наш образ жизни лучше. Но тогда, безусловно, есть опасность того, что в результате такого знакомства с чужим образом жизни ребёнок может решить, что ему такой образ жизни даже очень нравится. Как найти золотую середину между этими двумя опасностями очень непросто. Может быть, это то, что здесь делает Авраам. С одной стороны, он уходит, сначала, мы говорили, самый первый его уход был в пустыню, подальше-подальше от всех, но вместе с тем перед рождением ребёнка он приходит прямо в грамм и входит в контакт с палестинцами, с филистинлями, со всеми их отвратительными чертами, со всеми тем, что у них есть. Но вместе с тем нужно знать, есть другие люди, они живут по-другому, не так, как мы хуже, чем мы, намного хуже, чем мы. С нашей точки зрения это совсем не жизнь, но люди так живут. И нужно знать, почему наша жизнь лучше и почему жизнь хуже. Посмотри на это. И вот, наконец, сын рождается. И нарёк Авраам сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. И обрезал Авраам Ицхака своего сына на восьмой день, как заповедовал ему Бог. Авраам же был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог. То есть здесь объясняет, почему имя было именно Ицхак. Ицхак от слова Ицхок, смех, то есть смех сделал мне Бог. Всякий, кто услышит, посмеётся надо мной. Почему нужно смеяться надо мной? Почему над ней будут смеяться? Может быть, здесь имеется в виду не посмеётся надо но и посмеётся вместе с нею. Что имеется здесь в виду? Раши говорит так. То, что сказано здесь, будет посмеётся, имеется в виду посмеётся над ней. Имеется в виду будут радоваться. То есть сам тот факт, что Сара родила, а вместе с ней, как мы видели, разродились и другие, всё это привело к тому, что в мире появилась радость, в мире появилось веселье, многие люди радуются, многие люди смеются, много страждущих было исцелено в тот день, много молитв было услышано вместе с его молитвами, и великая радость воцарилась в мире.